Все обстоятельства массовых захоронений, обнаруженных под Медным, должны быть тщательно расследованы заново. Такое мнение высказали участники научной конференции, которая прошла в Тверском государственном медицинском университете. Подробности у Романа Выкова. Когда-то на главном корпусе Тверского медуниверситета красовались таблички. На них было написано, что именно в этом здании, где располагалось управление НКВД, в 1940 году были расстреляны поляки, попавшие в плен при освобождении западных частей Белоруссии и Украины. Весной нынешнего года мемориальные знаки демонтировали. Прокуратура центрального района города Твери, не найдя оснований считать, что расстрел действительно происходил в стенах медуниверситета, вполне законно эти таблички были убраны. Многие отечественные историки, общественные деятели, политики убеждены, что решение разместить таблички, равно как обустроить польский мемориал под Медным, было как минимум поспешным. В первую очередь оно было продиктовано политической конъюнктурой того времени. Политические решения конца 80-х годов в Советском Союзе, начала 90-х, потом заявления Государственной Думы 2010 года, они создали для какой-то объективной оценки и даже для исследования этого дела немало затруднений. Кажется, что если высказались политики, то историкам делать нечего. Среди участников двухдневной конференции были ученые, политики, общественные деятели и журналисты, приехавшие в Тверь из многих регионов страны. Некоторые участвовали в работе форума онлайн. При этом они подчеркивали, наряду с историками делу установления истины должны помочь федеральные органы власти. Чем больше наш парламент будет активно отстаивать историческую правду, тем всем нам будет лучше. В условиях той, я не побоюсь этого слова, жесточайшей, бескомпромиссной информационной войны, гибридной войны, которая сейчас против нас ведется на всех фронтах. Напомним, что Варшава, а также ряд отечественных историков, считают, что в Калинине было расстреляно, а затем захоронено под Медом почти 6300 поляков. Однако при раскопках были обнаружены останки всего 243 человек. Все ли из них принадлежат гражданам Речи Посполитой, до сих пор служат предметом дискуссии. Тверских исследователей особо беспокоит до сих пор неувековеченная память красноармейцев, захороненных в этих местах во время Великой Отечественной войны. Прекратить эти споры может только новое тщательное расследование фактов, документов и показаний очевидцев тех событий.